Моё, моё, моё. Шумно и многолюдно было в этот день во дворце спорта. Ребята с охотой принимали участие в игровой программе, показывали свою ловкость и соревновались друг с другом. Кто-то предпочёл менее активные занятия и с удовольствием погрузился в тайны рукоделия. Вообще дети очень творческие, всегда желающие есть, научиться что-то делать руками. Всегда. Ну а бусины, они сами по себе очень интересны, потому что в их руках получается сразу чудо. Мы берём просто бусинки, через две минутки у нас получается цветок. У мастерской тюбика целая очередь. Школьники придумывают для себя аквагрим и просят художника воплотить их фантазии. Рядом девочки рисуют картины, а непоседливые мальчишки тренируются попадать в баскетбольное кольцо. Во все свои занятия ребята вовлекают родителей, и те с удовольствием и даже с детским задором в них участвуют. Мы должны любить детей. Если мы любим детей, то мы будем приватить им всё. Не только чтение книг, но и в целом процесс движения жизни. Потому что у нас порядка более полутора тысяч детей задействованы. Не только дети, но это родители. И они понимают, насколько это важно. На праздник пришли дети, которые любят и ценят книги. Давид – ученик школы совхоза имени Ленина. Он является участником конкурса чтецов. Победить ему помог стих Сергея Есенина. Которую он не только заучил, но и прочувствовал душой. Он очень хорошо пишет. Он показывает, какова жизнь поэтов, почему она так сложна. Он рассказывает, как он покидал дом. Он рассказывает, как он переживал всё. Ну, это очень хороший поэт. Мне он нравится. С раннего детства важно воспитывать у ребёнка любовь к чтению, развивать интерес к книге. И первыми помощниками в этом вопросе всегда бывают родители. У нас трое детишек, и все трое – 8, 5 и 3 года почти. И все записаны даже в самую маленькую библиотеку. Каждый выбирает себе книги. Мы очень любят читать. Мы очень часто посещаем, во всех конкурсах практически участвуем. К сожалению или к счастью, у нас дома очень мало времени уделяется гаджетам. Мы сами с мужем не играем. Мы и дети, поэтому мало достаточно играют. Поэтому что им остаётся – читать книжки. Школьники готовились к неделе детской книги. В течение нескольких месяцев они участвовали в конкурсе «Самый читающий класс», одна из номинаций которого была посвящена 70-летию Победы. Я писала про своего прадедушку, как он участвовал в войне. Моего дедушку звали Дятлов Василий Галактионович. Он прошёл всю войну от Москвы до Будапешта, и после войны он работал председателем полхоза. Праздник продолжился парадом победителей. Поздравил школьников и вручил им заслуженные награды, исполняющий обязанности главы Ленинского района Олег Хромов. Мне хотелось бы пожелать вам, ребята, чтобы вы никогда не останавливались на достигнутом, чтобы вы больше читали и читали. Ведь поверьте, никакой гаджет не заменит хорошую книгу, хорошие иллюстрации и шуршащие странички знаний. А подарком для детей стало выступление профессиональных артистов Театра Терезы Дуровой. Елена Бабина, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова